Сегодня в выпуске. Горсовет утвердил стратегию развития Уфы 2030 и принял бюджет на 2019 год. Мэр Уфы встретился с жителями Сипаилова. Какие проблемы он пообещал решить? И в Башкирии прямые договоры на тепло и воду заключили более 170 тысяч семей. Что изменится? Стратегия – это как бы не икона и не догма. Это основные направления. И мы видим, что она будет корректироваться и корректироваться быстро. Депутаты Горсовета приняли бюджет на 2019 год и утвердили стратегию развития Уфы до 2030 года. Два основных и взаимосвязанных документа, от которых зависит, как будет развиваться наш город в будущем. Стратегия развития города включает в себя пять основных направлений. Сильная экономика, социальный комфорт горожан, гармоничное жизненное пространство, качественная городская среда и эффективная открытая власть. Заместитель главы администрации города Легис Насардинов отметил, что Уфа занимает шестое место среди городов-миллионников по социально-экономическому развитию. Это неплохой показатель. Но соседние города тоже не стоят на месте. И для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо четко осознавать, в каких сферах мы их превосходим, где остаем и что нужно сделать для того, чтобы быть лучшими. В конце ноября в Уфе прошли публичные слушания по стратегии развития города. Это событие вызвало огромный резонанс в обществе. На слушание пришли более 500 уфимцев. Некоторые из них захотели высказать свои предложения. 31 было записавшись на выступлениях, из них 26 выступили. Вот по ним, я могу сказать, из 26 предложений, которые поступили, 24 вообще в стратегии внесены. В той или иной мере половина, примерно, как полностью в той редакции, которую предложили заявители, а часть отражены в стратегии, как направление движения. Из восьми предложений депутатов все восемь учтены в стратегии. Также в адрес горсовета было направлено 84 письменных заявления от горожан. Ключевым там блоком являлось 63, если не САУРУ. Это заявление жителей, не согласных с кладбищами. И вы знаете, что этот вопрос, в общем-то, уже решен. То есть результат, в принципе, наверное, максимально возможный, учета тех предложений, которые поступили от жителей. Перейдем к бюджету. Почти 25 миллиардов рублей планирует получить город в 2019 году. Эта сумма состоит из доходов города, республиканских и федеральных субсидий. Основным источником дохода города остается НДФЛ. В следующем году, благодаря этому налогу, бюджет города пополнится на 5 миллиардов рублей. Что касается расходов. Особое внимание будут уделять образованию. На него выделят 10,5 миллиардов рублей. Другие крупные статьи расходов – это национальная экономика и ЖКХ. На них выделят 5,9 и 2,7 миллиарда рублей соответственно. Также в статье расходов предусмотрено выделение средств на национальную безопасность, физкультуру и спорт, социальную политику, культуру и средства массовой информации. По проекту бюджета также проходили публичные слушания. В общей сложности от граждан поступило 54 обращения. Председатель комиссии по проведению публичных слушаний Павел Васильев отметил, что ни одно обращение не осталось без внимания. По итогам публичных слушаний комиссии принято решение. 18 поступивших предложений учтены, финансовые средства на них предусмотрены. 21 поступившие предложения взяты в работу и будут дополнительно рассмотрены под итогом исполнения бюджета в первом полугодии 2019 года. 9 отклонено ввиду отсутствия дополнительных источников доходной части бюджета. 2 предложения не относятся к вопросам местного значения. 4 обращения не содержат конкретных предложений по проекту бюджета. Стоит отметить, что в недавнем послании ради Хабирова к Урултаю было озвучено, что в Уфе должен быть построен межвузовский кампус. Парки, улицы, дворы и даже подъезды города должны преобразиться. Мы узнали у председателя горсовета Уфы Валерия Трофимова, были ли учтены в бюджете города средства для выполнения новых поручений ради Хабирова. 29 декабря мы проведем еще один совет. И он будет связан с корректировкой бюджета на 2019 год уже в связи с этим мероприятием. Когда мы готовили этот проект, таких решений еще не было. Вы понимаете, что это сначала должен скорректироваться бюджет республики в части субвенций, субсидий на эти мероприятия. И, конечно, мы должны будем под конец года скорректировать их. План развития Уфы и бюджет поддержало подавляющее большинство депутатов горсовета. Касаемо стратегии, администрация Уфы до 1 мая должна разработать план по ее реализации и, возможно, корректировке. Специально для этого будут созданы рабочие группы. Глеб Безбородов, Руслан Габидулин, Городской телеканал ЮТВ Теперь отопление приходит отдельной квитанцией 3000 рублей. Я в шоке. Раньше вся кварплата максимум 3500 была. За коммуналку пришло за 17 квадратов 3000, плюс отопление, свет и общие 7200. Такими сообщениями наполнены социальные сети. Горожане не понимают причину такого повышения цен на отопление и горячее водоснабжение. Башер ТЭС, компания, которая поставляет эти коммунальные услуги, попыталась объяснить уфимцам, откуда взялись такие суммы и что такое прямые договоры. Теплоснабжающая организация использует исключительно фактические показания общедомовых приборов учета за предшествующий год. При начислении в 2018 году мы руководствуемся фактическими общедомовыми приборами учета, расходами по этим общедомовым приборам учета и применяем 1,12 в ежемесячном начислении. Далее будет корректировка по истечению года. Когда закончится календарный год, мы будем производить корректировку. Весной этого года в Жилищном кодексе России произошли серьезные изменения. Теперь жители многоквартирных домов могут напрямую заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями. Ранее связующим звеном были управляющие компании или ТСЖ. Переход на прямые договоры возможен в двух случаях. По желанию собственников, собирая инициируя собрание и направляя протокол в ресурсоснабжающую организацию о своем волеизъявлении на переход на прямые договоры. Следующий способ – это односторонний отказ от договора, когда ресурсоснабжающая организация может в установленном порядке расторгнуть договор при наличии задолженности. К 1 января 2019 года платить по прямым договорам в Башкирии будут 170 тысяч семей. В следующем году эта цифра вырастет до полумиллиона. По закону жителей нельзя переводить на прямые договоры без их согласия. Однако часто за них решает управляющая компания. В ситуации, когда реально жители хотят перейти на прямые договора, я прямо скажу, вот реально они сами хотят, сами инициировали собрание и сами приняли решение, они единичны. В большинстве случаев, когда происходит переход как бы по решению жителей, на самом деле это все инициатива совместной жителей и управляющей компанией. По мнению специалистов, главное преимущество прямых договоров – процедура оплаты станет прозрачнее. Также снизится число банкротств управляющих компаний и повысится качество коммунальных услуг. Главный минус – усложнится порядок расчета платежей. Как вычислить новую стоимость, специалисты объяснят в начале следующего года. Пока все вопросы можно задать по телефону горячей линии и через личный кабинет. Андрей Шарыгин, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ. В 2017 году в средней общеобразовательной школе номер 31 был основан аэрокосмический класс. Это уникальное в своем роде направление, которое объединяет ребят Стерлитамака с общими интересами и целями. С прошлого года мы открыли первый аэрокосмический класс. Это в этом году у нас 11 класс. И уже в рамках инновационного проекта мы реализуем аэрокосмические классы во всех параллелях. В 2018 году школа приняла участие в конкурсе на предоставление грантов на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании. Это первый и успешный опыт. Коллектив школы принес родному городу Победу – 1 миллион рублей на развитие своего инновационного проекта. В рамках этих мероприятий учителя школы провели уроки, мастер-классы, поделились опытом работы. В рамках реализации грантового проекта в нашей школе были закуплены комплекты интерактивных досок для классов, в частности для кабинета информатики. Также был приобретен 3D-принтер, на котором учащиеся изготавливают различные детали. Также были закуплены средства для множительной печати, которые позволяют изготавливать, соответственно, эти проекты детей и затем участвовать в различных конкурсах. В этом году я презентовала свою научно-исследовательскую работу на Олимпиаду имени Александра Федоровича Можайского под названием «Безаредромная авиация». Там мне представила вот такие летательные аппараты, ведь уже в ближайшем будущем мы сможем использовать безаредромную авиацию в широком распространении. То есть, усовершенствуя свой проект, я доказала, что авиатакси является действительно достойной альтернативой топливным братьям. Педагогический состав школы совместно с родителями стараются сделать школьную жизнь детей более яркой и запоминающейся. Я побывал в здравительном лагере в космической смене проекта «Объединенные космосом». Путевку мне выделила школа за активное участие и успехи в научно-исследовательской работе. Мне это очень понравилось, так как я больше узнал о космосе, о новых разработках в этой сфере. На робототехнике мы конструируем различные модели роботов на базе набора Ардуино. Сконструировали мы уже много моделей. Такие модели, как РГБ-светодиоды, пьезодинамики, включение и выключение светодиода с помощью кнопки. А сейчас представляем вашему вниманию подарок от пятого аэрокосмического класса, который придаст вам предновогоднее настроение. Благодаря именно таким проектам перед ребятами открываются широкие перспективы для достижения своей мечты. Связать свою жизнь с небом. В дальнейшем я хочу служить армии, я хочу в дальнейшем поступить в военное училище. И мне как бы интересен этот профиль, и он пригодится мне в дальнейшем. Вообще мне всегда было очень интересно то, как летает самолет вообще, с помощью каких сил вот это вот все происходит. И всегда было интересно это изучить. Это дает преимущество для поступления в различные вузы дальше. Ну, идет подготовка уже с начальных классов. Вот у нас, например, с пятого класса уже начинается физика. В будущем я хочу стать летчиком. Обществу действительно на данный момент нужны такие перспективные проекты, как аэрокосмическая школа, потому что в дальнейшем это поможет нам рождать такие новые идеи, которые будут помогать людям в создании новых летательных аппаратов, например, ну и так далее, развивать наше будущее. Жители микрорайона Сипаилова потребовали привести в порядок улицу Рыльского. Своё недовольство они высказали лично мэру Уфы. По проекту здесь должна быть пешеходная прогулочная зона, но сейчас здесь только торговые павильоны и стихийные парковки. Здесь несколько лет я тем разговариваю, вроде уже планы были, вроде бы как немножко привели в порядок и опять поставили на парковки грузы и автобусы стоят. По этому бульвару что? Рыльского. По Кашкадану в прошлом году работы проходили, в этом году планируется закончить работы и в 2020 году приступить к благоустройству улицы Рыльского. В 2020 году он у нас есть в программе, он был наслушанник совершенно верно. Ульфат Мустафин специально приехал в Сипаилово, чтобы выслушать проблемы жителей микрорайона. С собой он взял целую армию помощников в лице заместителей и начальников управления Уфимской администрации. Люди жаловались на всё благоустройство, долгостройство, точечную застройку, дороги и здравоохранение. Например, представитель ветеранской организации сказал, что участники войн не могут попасть на приём к врачу. Раньше был отдельный кабинет для них, а теперь приходится сидеть в очереди на общих основаниях. Объявление написано, ветераны обслуживаются вне очереди. Они же у меня кто прострелены, кто без ноги, кто контужены. Вот на 1600 человек, я думаю, всё-таки нам один врач положен. Как раньше было. Нельзя так поступать. Поэтому, Владимир Махов, этот вопрос возьмите на контроль и мне буквально завтра же доложите, чтобы это освободили, отдали и чтобы там создали условия. Чай. Ещё плюс ко всему. Чай пусть ставят и пусть встречают. Также жители пожаловались на вечерние и утренние пробки Всепаилова. В час пик движение на улице Бигбае Жукова и Гагарина буквально стоит. Из северной части Уфы машины едут в центр именно через этот микрорайон. Но чиновники пообещали, что проблема решаемая. Правда, не так быстро, как хочется. В администрации города разработан проект продолжения проспекта Салават-Юваева, который выходит на сельско-богородскую Жукова. И улица Жукова, она после её реализации, просто он разбит для удобства выполнения строительства на этапы, на пять этапов, протяженностью 4,2 километра. Стоит он 12 миллиардов рублей. Мы планируем его включить в федеральную программу и начать реализацию с 20-х годов. Ну, вы недовольны ответом остались. Так я понимаю. Кроме того, планируется разработать проект надземного пешеходного перехода возле остановки Тужиловка. Это позволит убрать фитофор возле ТРЦ «Планета» и увеличить пропускную способность улица Сипайловская. Также жителям рассказали, что набережная реки Уфы не будет достроена в будущем году. Сейчас у города другая задача – построить новый Бельский мост. Это порядка у нас получается 3,5 миллиардов рублей. Вот средства куда выйдут. И в связи с строительством вот этого нового моста нам необходим будет потом вот этот Заки Валендин, Салава Тавилаева, развязку должны полностью сделать реконструкцию. Там где-то порядка 800 миллиардов. В таком формате Ульфат Мустафин общается с горожанами второй раз. До этого он встречался с жителями поселка Нагаева. В дальнейшем глава городской администрации продолжит общение с уфинцами лицом к лицу. Рустян Нурешев, Руслан Габидуллин, Городской телеканал ЮТВ. За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 7 аварий, в которых 1 человек погиб и 8 получили травмы. Вечером в Мейкинском районе 54-летний местный житель за рулем Сузуки Гранд Витара вылетел в кювет, где врезался в газовую опору, после чего автомобиль перевернулся. В результате водителя выбросило из машины на перекрытие гаража. Мужчина от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Очередная авария в центре Уфы попала в обзор камеры Уфанет. Обращаем внимание на светофор, где горит зеленый для легковушки, которая двигается по улице Аксакова. Тут же в поперечном направлении к перекрестку приближается еще один автомобиль. После столкновения второй участник ДТП исчезает из обзора камеры видеонаблюдения, явно нажав на газ от испуга. Он остановился дальше и не покинул место происшествия. Что же послужило причиной такого поведения, для нас остается загадкой. Здраво! Меня зовут Мирка Здравич. Как сообщает коммерсант, реконструкция комплекса зданий Госдумы обойдется бюджету почти в 2 миллиарда рублей. Ничего себе, а что так дорого? Исходя из нового контракта, в проект добавили ремонт зала пленарных заседаний, перестройку перехода между зданиями Думы, столовую на 162 места, ресторан на 200 мест, два кафе на первом этаже на 160 мест, а также магазин кулинарию. По-моему, вы слишком много кушаете. В каком смысле? В смысле сожрались. Идея реконструкции принадлежит спикеру Нижней палаты парламента Вячеславу Володину, который дал толчок тому, чтобы зал заседаний походил на амфитеатр. Согласно проекту, зал заседаний должен получить совершенно другой облик. А что с этим не так? Изначально ремонт зданий Госдумы планировалось провести в 2018 году. Его стоимость тогда должна была составить более 700 миллионов рублей. Альфляция! Одни пользователи сетей негодуют и спрашивают, а когда ожидается ремонт в стране? А вот другие встретили новость тепло. Ну, во всяком случае, отмечают, что сегодняшняя дума действительно находится в аварийном состоянии. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин